Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Мария Руда. И сегодня у нас в гостях заместитель управляющего региональным отделением Центрального банка Елена Морозова. Елена, здравствуйте! Добрый день! Сегодня хотелось бы поговорить с вами о финансовой грамотности. Расскажите, пожалуйста, что это за понятие? Мы его часто и везде слышим. Какой тот необходимый минимум информации, которым должен обладать каждый, наверное, человек? Здесь много может быть понятий по финансовой грамотности, которыми нужно обладать любому человеку, живущему в современном мире. Потому что здесь можно назвать не только финансовую грамотность, можно говорить о финансовой дисциплине, о тех финансовых услугах, которые предоставляются финансовыми организациями. Есть в стране, в нашей принята стратегия по повышению финансовой грамотности населения. Только то, что есть такой документ, говорит о том, что повышению финансовой грамотности в стране придается существенное внимание, значительное внимание. В этой стратегии в том числе определены некоторые индикаторы, которые будут служить свидетельством того, как стратегия реализуется и каковы результаты ее реализации. Стратегия рассчитана до 2023 года. Первый этап – это 2017-2019 год. Принята она была в сентябре 2017 года. Вы недавно совершенно вернулись к какому-то форуму удивительного, очень крупного. Расскажите об этом, пожалуйста. Это было действительно такое существенное мероприятие. Это был четвертый всероссийский форум. И назывался он «Конгресс волонтеров финансового просвещения». Девизом в этом году этого форума являлся следующий девиз. «Финансовое благополучие страны зависит от каждого из нас». Как один из участников форума сказал, что можно было бы добавить, что зависит от финансового благополучия каждого из нас. То есть речь идет о том, что насколько каждый будет грамотен и насколько каждый человек у нас в стране будет применять правильно и понимать сущность той финансовой услуги, которую ему предоставляет та или иная финансовая организация, тем богаче будет страна в целом. Одним из гостей или, можно сказать, руководителем этого форума была Эльвира Набиулина, правильно? Эльвира Сахипзадовна открывала в том числе этот форум, потому что этот форум проводился при поддержке Банка России. Вообще есть экспертный совет при Банке России по повышению финансовой грамотности. Это такая общественная организация. И форум был организован именно этим экспертным советом. Но Эльвира Сахипзадовна была главным гостем, наверное, а не хозяйкой этого форума. Кроме Эльвира Сахипзадовна на этом форуме выступал первый заместитель председателя Банка России Сергей Анатольевич Швецов, который в том числе занимается в Банке России работой по повышению финансовой грамотности. Достаточно большое представительство было гостей этого конгресса. На конгрессе в Подмосковье присутствовало более 300 человек. Это были люди, как волонтеры уже финансового просвещения, которые работают в школах. Были люди-адвокаты, которые задавали вопросы, общественные, сотрудники общественных организаций. И те люди, которым интересна эта работа и которые готовы далее в ней участвовать. Скажите, пожалуйста, действительно, наверное, все понимают о важности финансовой грамотности, потому что мы, безусловно, живем в экономически такое интересное время. Но что же все-таки должны знать, самое основное должны знать люди? Люди, как минимум, должны понимать и условия, в которых они размещают свои денежные средства. Это раз. То есть, больше 2 трети людей в нашей стране не понимают, куда они несут свои заработанные деньги. И считают, что чем выше процент, тем ниже риск. А все совершенно наоборот. И готовы размещать средства под 30% годовых, несмотря на то, что средняя ставка по размещаемым средствам в последнее время снижается где-то в пределах 5-6%. Но это мы сейчас говорим о людях, которые хранят свои деньги в банке, правильно? Да. Но, наверное, еще финансовая грамотность важна и для того, чтобы люди, может быть, как-то более адекватные, более, наверное, предусмотрительно относились к кредитам. Да, это вот здесь мы как раз переходим к финансовой дисциплине, что люди, получая кредиты, должны очень серьезно посчитать и рассчитать свои возможности возврата и обслуживания этого кредита. И, соответственно, читать обязательно договор, в котором может быть много дополнительных условий, и оценивать те риски, которые могут возникнуть при исполнении обязательств по этому договору. Елена, скажите, пожалуйста, Банк России действительно уделяет очень большое внимание просвещению именно в этом вопросе. Даже есть какие-то специальные проекты, это и волонтеры учебных организаций, которых вы специально обучаете, они потом идут в школу или, наоборот, к взрослым людям и уже как раз их просвещают, правильно? Да, правильно. Работу с вузами. У нас на сегодняшний момент заключено уже 4 соглашения с вузами Рязанской области. Это Радиотехническая академия, Московский филиал Политехнического университета, филиал Академии МВД имени Кикотя и ФСИН, с которыми мы заключили соглашение. Из двух этих вузов мы пригласили студентов, с которыми провели определенные занятия, их обучили и, соответственно, уже начали с их помощью проводить мероприятия по повышению финансовой грамотности в школах. Причем у нас даже уже состоялись, как бы идея у нас была такая, что они помогать нам будут в выездах с выездами в районные школы. И такой выезд у нас уже один состоялся. Мы выезжали в школу Михайловского района. В том числе две обычные общеобразовательные школы и одна школа Михайловской школы-интернат. Скажите, ну, наверное, вот к детишкам мы еще вернемся, да, к работе с детьми по финансовой грамотности. Вот интересно, что, наверное, для каждой категории граждан нужны свои знания. Кто вот разрабатывает вот эту систему занятий, уроков? Ну, эту систему занятий, уроков, действительно, она должна быть для каждой категории граждан. Действительно, мы, наверное, можем много рассказать о тех проектах, которые реализуются Банком России в этом направлении. И, естественно, для школьников это одни знания, для людей пожилого возраста это другие знания, для активного взрослого населения это еще одна категория. Много информации размещается Банком России. Открыт прекрасный просветительский интернет-ресурс Банком России в прошлом году. Называется «Финансовая культура», сайт, или зайти можно по ссылочке «Финкульт.инфо». Там размещается много полезной информации. Причем она подается в доступном виде и может быть полезна как любому гражданину, так и юридическому лицу. Для субъектов малого и среднего бизнеса размещаются информации о проведении вебинаров, которые проводит профессионал Банка России. Если вернуться теперь к вопросу детей, то, в принципе, дети действительно устают от школьных уроков, от всего. Как вот тема-то довольно серьезная, все-таки это экономика, и в вузах ее изучают. А как вот детей удержать на уроках, как сделать так, чтобы им было интересно? Ну, здесь занятия проводятся не просто в лекционном формате, как для студентов. Действительно, детям надо подавать более, с одной стороны, просто, с другой стороны, чтобы им было интересно, их нужно заинтересовать. Поэтому для школьников у нас есть разные форматы. У нас Банком России проводится большой проект. Онлайн-уроки финансовой грамотности, профессионалы финансового рынка придут в каждую школу. И для школы необходим только доступ в интернет и запись по расписанию на один из уроков, которые есть в расписании. Проводятся это две сессии, весенние и осенние. Вот по результатам весенней сессии более 92% школ в Рязанской области поучаствовали в таких онлайн-уроках. Это достаточно большой охват. То есть у нас всего в области 271 школа, 251 школа приняла участие в таких уроках. Уроки ведутся в прямом эфире, поэтому они и называются онлайн-уроки. В чате можно задать вопросы профессионалам, которые ведут этот урок. Детям такой формат очень нравится. Кроме этих онлайн-уроков, специалисты нашего отделения ходят в школы с открытыми уроками. И с презентацией рассказывают просто и доступно о тех основных финансовых понятиях. Ну, например, для чего нужен личный финансовый план? Что значит быть финансово грамотным? Что нужно знать о вкладах и кредитах? Вот одни из некоторых тем. Большой популярностью пользуется тема кибербезопасности. То есть как обезопасить себя в интернете от мошенников. Это тоже достаточно интересное. Пользуется успехом и учителям интересно. Потому что в федеральные государственные образовательные стандарты входит с нового учебного года модуль финансовая грамотность. И поэтому учителю тоже нужно быть готовым к тому, чтобы ученикам рассказывать далее и преподавать этот модуль. И, кроме всего прочего, в прошлом году мы запустили такой интересный проект у себя в отделении. Это игра. Мы ее назвали «Турнир финансовой грамотеи». Мы приглашаем школы и проводим конкурс-отбор по вопросы по финансовой тематике. Школьники представляют сначала визитную карточку своей команды, в которой отражают либо сведения о своей школе, либо о своем регионе. Потому что у нас участвуют в том числе районные школы, не только городские. Кроме того, есть игра «Брейн Ринг» в ходе этого интеллектуального турнира, где задаются вопросы на финансовую тематику. Разгадывают они кроссворды тоже, финансово-экономические вопросы. Конкурс капитанов собирают пазлы из масштабированных купюр денежных. И кейс математическую задачу решают на время. В прошлом году 5 школ у нас общеобразовательных участвовало. И победителем стал лицей номер 4. В этом году у нас участвуют 10 школ. Финал мы хотим провести в сентябре. Это действительно интересно, наверное, для детей. Приходите, посмотрите. На самом деле пользуются очень большим успехом. Особенно ребята по результатам все хотят попасть в финал. Елена, скажите, пожалуйста, вы сказали про личный финансовый план. Наверное, об этом полезно будет узнать не только детям, но и взрослым. Расскажите, что это такое и вообще с чем его едят? Конечно, каждый взрослый человек, наверное, а не только ребенок, должен знать, какой у него размер доходов и, соответственно, на что он эти доходы может потратить. Для этого необходимо знать, сколько у тебя обязательных платежей в месяц. Тебе надо заплатить за квартиру, нужно погасить кредит, если есть у кого-то кредит, отложить деньги на еду. То есть вот если бы каждый ввел вот такую, скажем так, хотя бы небольшую табличку, я уже не говорю о том, что это надо ввести на листке. Каждый сейчас пользуется любым гаджетом, и там можно сделать этот, завести себе такой финансовый план и записывать туда все свои доходы и все свои расходы и понять, сколько денег можно откладывать. Если за этим следить постоянно, то можно, соответственно, улучшить свое финансовое благополучие и явно найти те расходы, которые можно исключить легко из своих расходов. Елена, ну кроме вот лекций, игр, викторин, вы же еще и проводите какие-то невероятные, интересные дни открытых дверей. Да, конечно, Банк России не первый год уже проводит Дни открытых дверей. В этом году день тоже определен, он будет 22 сентября. Банк России откроет свои двери для всех желающих. Приглашаем и вас принять участие в этом нашем празднике. В этом году День открытых дверей будет посвящен году волонтерства и добровольчества. Поэтому мы будем рассказывать о проектах в этой области. У нас есть музейный экспозиционный фонд, на площадке которого, в том числе, будут проходить эти мероприятия. Поэтому для того, чтобы попасть к нам, единственное, нужно только записаться и пройти либо в открытую зону всем желающим. Тоже будут лекции, викторины, будет много интересного приходить. Спасибо большое. Елена, к сожалению, программа наша подошла к концу. Я вынуждена с вами попрощаться. До свидания. До свидания. На этом наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»